Девиз шоу «Будет сказочно!» себя точно оправдает, обещают организаторы. В создании проекта участвуют известные российские исполнители. С участниками пресс-конференции они связались по скайпу. Кстати, уже совсем скоро певица Юта, Арсений Бородин, Ирина Нельсон и Родион Газманов запишут саундтрек проекту «Олимпийская ёлка» под названием «Наш Новый год». А само представление обещает быть нестандартным. Дети и их родители, и гости ледяной нашей новогодней сказки будут находиться внутри арены, внутри декорации. Всегда бывает, что в каком-то шоу или спектакле и так хочется прикоснуться к этим декорациям, так хочется самому стать актером. У детей будет такая уникальная возможность и сфотографироваться внутри декорации, и побывать настоящими актерами. Шоу получилось по-настоящему семейным. В оргкоманде проекта работает шесть супружеских пар. К тому же исполнители главных ролей – дети. С ними тоже участники пресс-конференции общались по скайпу. Секретов сценария они пока не раскрывают, но уверяют – равнодушных не останется. К слову, о комфорте юных зрителей организаторы позаботились заранее. В «Ледяном кубе» будет тепло, поэтому родители призывают приводить детей в новогодних костюмах. Сложно сказать, какой это спектакль. Нельзя сказать, что это мюзикл, нельзя сказать, что это цирковое представление. В нем есть все. И мюзикл, и цирковые номера, и интерактивный спектакль, и масса всего большого, крупного. И у нас будет взлетать елка, и будут громадные декорации волшебной сказочной страны Лидляндии, над которой будет сиять северное сияние лазерного шоу. Добавим, это первый в Сочи столь масштабный новогодний проект, и организаторы надеются сделать его ежегодным. Кроме того, 7 января Олимпийская елка будет благотворительной. В этот день пройдет представление для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.